доброе утро друзья последний день сегодня у нас были планы поехать утром на водопад и оттуда уже уезжать домой но водопад наверное смысла нет сегодня пасмурно видите как нам повезло два дня у нас конкретно вот была хорошая погода не дождя не даже светило солнце наверное сделаем сейчас по-другому с утра уже наверно стартанем домой потому что волны и неизвестно что будет дочь может может паром отменить поэтому наверное сейчас жду всех решим наверное водопада не будет но я так думаю если что я вам покажу какая погода ведь пасмурно сейчас не сезон поэтому нам просто повезло что эти два дня пока мы были было солнце и было хорошо потому что ребята которые были здесь они сказали что до нас за два дня просто лили дожди вот сегодня наверное будет то же самое происходить отель в которым мы были вот который продается он просто шикарный не знаю может покажем вам еще может кого-то заинтересует тогда все вопросы по этому отелю к виктории по покупке его и прочее прочее у нее только только у нее эксклюзивное право продавать этот отель так как хозяин этого хотел его жена обратилась к и в общем-то все вопросы можно задавать поставку сколько народу в общем-то все все может она сейчас расскажет но отель приятный слушать действительно приятный ухоженное место хорошее это все работает ничего не заброшено все работать как и работала при хозяине очень симпатичным и каждый вечер сидели еще бассейна купались в нем вообще провели классные вот эти два незабываемых дня этому день рождения знает запомнится наверно всю жизнь это было настолько классно спасибо огромные ребятам за такой праздник было очень не описать классный единственное единственное конечно что вот не было иры мы никогда вот так вот не отмечали в рост это первый раз на что делать просто нужно было уехать и вот так получилось они кстати там тоже прислали фотографии они тоже отмечали мой день рождения и ира и дима аня ребята из старта еще приехали ли на очень все были я смотрел фотографии было здорово приятно у отеля друзей хорошая стоянка мы подъехали это наша машина здесь такой вот и отсюда прямо вот заход наверх в отель и ресторан там тоже это уже вот территория отеля отсюда тоже снизу начинается так интересно ветер дует такой здесь с моря поднимаешься на холм на холм там задувает так прям приятно а здесь тихо видите как то есть вот домики раз два три интересные отели интересно много разных и вот тоже как я уже показывал тут 12 номеров на одну и другую сторону в общем здание двухэтажного в котором находится ресторан там большой идем еще интересная территория все еще не ухоженно сейчас это понимает дождь нам не пойдет вот здесь у нас рецепшен если отсюда со стороны отеля входить здесь номера на втором этаже а вниз вниз рецепшен выход из этого отеля вот сюда на дорогу по которой ходят сантео ну и дорога короче идет которая вдоль острова ты неплохой топ-рессер тут же ресторан томс стат ресторан дают в аренду и тут же магазины с одеждой интересный магазин интересно сверху от номера номера кстати интересно которые выходят вот на дорогу у них балконы видите застеклены мы заходили я показывал там вообще шума не слышно так классно то есть от дороги шума нет вообще даже как нас погодит и повезло друзья погода портится немножко такой накрапывает дождик поэтому никакого водопада поедем домой видите какие тучи ходят и не знаю но от autre то есть для вас там при сухой селеги сказал я попробую еще не проверяю что было очень хорошо вывозить решение и в большом месте а вы мне понимаете что у них он seven different pieces of land in the years by year because here a little bit is we can buy more, the near a little bit and the winner is upstairs, buy one way and this one the Ziggy has something many many opportunities to get the whole area разговор разговаривать записывает все данные себе ну как бы есть но уточняет раз уж мы здесь и заодно все это также так что кому друзья интересно покупка отеля ну мало ли кто-то хочет инвестировать в отель острове позвоните поговорите на все расскажет что мне будет прямо точная информация точнейшая уточненная так что и по цене все у нее тоже можно узнать с краю здания видите вот эти уже магазины вот доставка вот они разгружают они арендуют за 23 тысячи в месяц вот этот магазин арендует у них рядом ресторан это все фирмы которые арендуют в этом себе как говорится помещение с арендой здесь тоже все в порядке потом виктория вам все расскажет что и как в общем-то интересно будет ну а уже если хоть если кого-то заинтересует чисто досконально это уже не звоните пожалуйста на слева охотливая все вам расскажет находится на white sand beach это самый первый пляж от парома как треть white sand beach самый как сказать тусовочное место самое здесь мне например из всех пляжей здесь больше всего нравится white sand beach классное место много баров ресторанов интересных день рождения вот мы отмечали очень интересные рестораны вчера туда ходили там было фаер-шоу там там был такой шоу транс вести так это все как бы бесплатно просто в ресторане заманивают конкуренция ресторанов большая то есть вдоль берега идут много ресторанов и чтобы как-то привлечь на молодцы очень понравился этот ресторан неплохо было так что звоните пишите телефон на видео кто хочет замутить большой хороший бизнес у отеля друзья рейтинг на будет не смысл отца на году 83 18 82 и пятнадцатом восемь один то есть они как бы растут поднимается много разных регалий много где отмечены и пайдвайзера очень много наклеили короче все это не просто так то лист на хороший пожили два дня просто удовольствие респектом продолжают они разговаривают огромный лист себе записал интересно пометок смотрите какой дождь мощный пошел вот и все никакого водопада друзья вот нам повезло два дня мы просто были вот ну не просто нам портануло сейчас смотрите творится сейчас друзья мы пойдем еще покажем те дома которые я не показывал то есть не номера а дома еще находящиеся на территории в которой живет вот жена хозяина бывшего и хозяйский дом то есть тоже все относится к этой гостинице то есть там уже покупатель может сам решить что с не делать то ли отдать за сдать тоже как коснулся лежит самому друзья пойдем еще пройдемся по территории отеля дождик видите идем под зонтами территория еще раз говорю красиво мы посмотрим сейчас хозяйский дом покажет нам номера вы видели точно все симпатичный гибель хорошая вот видите домики гарден кабана они все под такими названиями то есть дома на любой вкус естественно эти будут подешевле в общем здании вот эти номера они еще будут дешевле а вот домики побольше подороже и те которые выходят на море где мы жили с видом они еще подороже все же зависит от вида друзья шахматы кто любит можно поиграть ух нам повезло то с погодой классно так мы с вами заходим вот такой дом на территории здесь у нас ресторан здесь большой дом я так понимаю огнем кто-то живет из хозяев показать его тоже надо чтобы не было вопросов и ремонт сделан хорошим на три этажа чанг шале так рассказы виктория что это в 2003 году был построен это здание это швейцарский дизайн приехал сюда и разрабатывал дизайн бунгало вы же видели как будто вы в корабле в яхте это был один человек, он нужен дом, он хочет построить дом, но у него нет земли и у нас есть много земли, но нет бунгалов, нет пуза, нет ресторантов только этот бунгалов был существующий, и у нас есть дом был существующий в этом году я живу в этом бунгалове он стоит здесь, он сделан в манте ремонт, но он платит ремонт, я не знаю, 10 или 12 месяцев, и он получил деньги в одну разницу и с этим деньги я должен был уничтожить У нас есть три этажа, да? На первом этаже живет он, это его апартаменты. Он управляющий, он, смотрите, продается на 14 платформах. Постоянный поток людей. Это со всего мира. Япония, Германия, вся Европа, Америка, Россия, Россия. Даже по-русски говорит, видите, как замечательно. Очень плохо. Вот такие дела. Смотрите, вот это хозяйский дом. Впереди мы пойдем обязательно посмотрим. Большой, да? Дальше. С левой стороны видите полукругом сделанный тренажерный зал. Вот эти все у нас бунгало в описании. Кому будет интересно, я обязательно пришлю. У меня есть таблица оформенная. Сколько квадратных метров каждый бунгало? Сколько квадратных метров каждый дом? Также есть информация по поводу, сколько человек могут поселиться. Это семейный дом. То есть семья приезжает из 5-6 человек. И они могут снять эти апартаменты и проживать совместно. Окей, let's go. Плежаки, стол, пуля. Вот здесь вот кухонная зона. Можно приготовить, кушать. Смотрите, какая большая. Это очень удобно. Да, в отеле можно пользоваться барбекю. Вот тут специально приготовленные. В этом доме. Он сделает каунтер. И у него есть таблица. На этой стороне, под кухонной. Он получил посещение. Да. Да. У него есть все. Но когда он выходит, он выходит. Окей. Здесь тут большая кухня, но тут кушать вряд ли будете. Кушать можно вот здесь очень хорошо. Даже если идет дождь. И мы входим внутрь еще. Вовнутрь заходим, и такой лик Будды. На стене висит картина. Обрати внимание, ты обрати внимание, Сереж. Не, мне нравится. Мне Будды очень нравятся. Да, мы с Балли и Ваней. Здесь кругом картина. Хороший отель. Хороший отель. Виды красивые. Смотри, как низкое облако. Посмотрите, опустились. Вообще горы спрятались. Обалдеть, нам повезло с погодой. Мы заходим. В комнату этого большого дома. Здесь, видите, большая. Вот такая комната, где могут все отдохнуть. Телевизор посмотреть, два дивана. Это спальня с бассейном. Это спальня комната с террасой. И посмотрите из окна, как красиво облака плывут. Джунгли и облака. Вообще, конечно, природа качанга поражает своей красотой. Из этой спальни, друзья, выход, видите, на террасу еще. То есть с этой стороны террасы можно просто посидеть. Небольшой балкончик. Можно просто посидеть и посмотреть, скажем так, на горы. Посмотреть на горы, послушать петушков. Интересно. Выходим мы из этой спальни. Опять попадаем в холл. Поворачиваем сюда. Здесь у нас туалет. Ванная комната. Душевая. Здорово. Даже вентилятор поставлен в этом очень классный. Это задумка хорошая. Мы из ванной комнаты выходим. Еще одна спальная комната. То есть это дом для большой семьи с детьми, я так понимаю. Есть мебель, это конечно. Мне нравится, что есть вентилятор и есть вендиционер. В этом плане очень хорошо. Да, интересно. Ну и дальше выходим. Дайте, запаха нет. Вот это меня радует. Опять выходим в холл. Где можно всем посидеть. Думаю, опять выходим на террасу. Мы живем на море. Мы можем посидеть, поездить. Отдохнуть, короче, всей семьи. Большая терраса, лежаки должны быть. Из этой, друзья, террасы. Мы покидаем это Чанг Шалет. Вернее, не покидаем. Мы поднимаемся на верхний этаж, на третий. Мы были сейчас на втором. Дом из трех этажей. Он тоже с названием. Типа маяк. Очень удобно, кстати, друзья, такие вот кладовочки. Хранить какой-то багаж. Здесь еще дополнительная кровать, типа раскладушки стоит. Ну и все ваши вещи ненужные будут спрятаны от глаз. Микроволновка есть, посуда. Ну, услышите, очень классно вот так пожить в таком доме. Я считаю, отлично. Когда я ходил в первом инфинитике, у меня есть первая страсть. Другая страсть. Здесь, вы видите меня? Да. Я заканчиваю дом Микалу. Здесь. Я заканчиваю. Здесь. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Закончили в 2008 году. В зеленом. Это хозяйка. Жена хозяина. Зеленый. Род жилем. Они хотят продать. Этот бедный. Переживает и мучает. Садовика. Мы уезжаем из этого отеля. Прощаемся. Прощаемся. Мы всем отелем. Bye-bye. Good luck. Я после дождя так душно. Прямо такое, знаете... на самом деле очень приятно прошел дождь а прохлады нету более того немножко еще остановились в интересном месте друзья собак виктория молодец купила еды собакам котам собакам и мы сейчас остановились видим собачек будем кормить смотрите как они хотят после дождя вы так знаете влажно душно друзья мы приехали на водопад клонг пху так называется мы были на нем 9 лет назад сырые ехали на него на байке это было прикольно но водопад хороший там по крайней мере насколько я помню была большая такая чаша для купания можно даже было со скалы нырять не хорошо поплавать в общем перед уездом потаю пойдем и искупаемся в пресной воде друзья как здесь классно вот вам не передать знаете честно скажу все-таки еще раз убеждаюсь таиланд это наша любовь очень рад что андрей вот с марией то же самое они прониклись таиландом он понравился с первого раза вот так и она есть я всегда говорил если он заходит с первого раза то значит заходит если он сразу не зашел но можно конечно попробовать но уже вряд ли он пойдет но я наверное не ошибусь и скажу что на 96 98 процентов людей кто вот сразу с первого раза влюбляется в страну страна невероятно класс не знаю не знаю даже не могу объяснить почему климат еда люди природа ну не знаю что ну вот тянет сюда мы съездили когда там 98 году перес потом просто вот просто заболели реальным и таиландом заболели еще раз я повторюсь очень нравится не невероятно классно здорово просто вот фантастика знаю идем на водопад все знаете остается два дня то есть мы с ним воскресенье уже не считаем понедельник вторник в среду в 23 там 30 у нас самолет не знаю надеюсь еще все-таки и сможем утром выехать в среду в бангкок оставить вещиками хранение ребят прокачу у реки чего праве прокатимся посмотрим с реки на город потому что больше там и за один день ничего не успеем и зайдем наверное в этот сиам большой комплекс оттуда тоже виды красивые посмотрим уже поедем в аэропорт так что ну план планы грандиозно не знаю как это получится чем два дня вы считаете у нас полных и мы уезжаем подошли к реке она прозрачная и смотрите сколько рыбы там видите плавает пересмотрите фокус вы видите что творится так сколько рыбы в прошлый раз я нашел камеру туда и получилась герой и старый бокал и по камням просто река это столько много широкая река прозрачный жалко подводные камерники воду если засовывать так классно внутри ну что рыб покормили и пошли пешочком там билеты купили здесь билеты проверили и лет свой молодец за по-русски несите как все хорошо сделан туалет организован но и платно потому что видите как здесь красиво все сделаны террасы такие вдоль реки можно посидеть и друзья клон клуб waterfall national trail мы заходим настоящий джунгли слушайте здорово и все и отсюда видите как все темно и настоящий джунгли ящерицы бегают под ногами интересно видеть какая тропа пусть и как птицы поют и это едой кормила собак дружная наша команда по джунглям голыми каем жирность охота на жирность а вот жарко на кончанк на что есть растет билет друзья стоит 100 бат с человека сюда и машина 40 бат байк 20 бат стоянка как малыши на реку друзья смотрите кредит подошли выставить сколько рыбы в реке если засунуть камеру пусть и мощность камни в джунглях друзья рыбы тьма в реке но здесь почему-то написано что кормить ее нельзя смотрите какая вода чистая прозрачная написано что еще 200 метров до водопада как же здесь классный как душно ребята здесь просто весь мокрый насквозь вот она река другая народ здесь вот здесь филианы много народа идет назад уже идут местные видите ходят идем дальше тулики в джунглях для отдохнуть и написано везде мы идем пишут какие ящерицы водятся фотографии все они подписаны такие змеи здесь есть тарзан он идет по тропе главное не упасть тарзан друзья мы пришли вот он клонг-пу в ботерфолл вот он вот она мощь природы ну что друзья вон он водопад за моей спиной пойдемте искупаемся с ней отсчет я уже как искупался что друзья вот с такими монстрами искупаемся они ведь сразу едут ножки обгладывать смотрите как их много вон вокруг меня давайте искупаемся история рыбы блин кусает меня рана на ноге представьте а хватает за рану это больно парень вернул Андрей поплыл прямо туда такой у нас завершающий день получился на Кочанге классный остров невероятно напрыгались нанырялись такие большие монстры рыбы здесь плавают и они кусают кусают так не больно у меня вот рана на левой ноге сголку косточки и вот эту рану они прям так сильно больно хватают дождик пошел представьте надо под крышу прятаться и вот эту бутылку тарзаном всегда ощутить хочет пласть не сорвалась Настоящий Лианя, прикинь. И Андрюх, ты с этой должен перепрыгнуть на другую и на ту сторону. Видно, не видно, сколько много рыбы в реке. Все, друзья, мы вышли с этой тропы лесной. Слышите, как поют цикады, душно, жарко, мокро, влажно, приятно. Здорово. Подождите, куда-то надо хотя бы на вас высшенность как-то встать. Давай и прыгай. Осторожно, не навернись сейчас. У меня все полетело, эффект пролета. На прощание остановились попрощаться с морем, с Ко Чангом. Сказать ему до свидания. Классный остров. Ну и, конечно, огромное спасибо Виктории. Вот этот человек, который нам подарил. Эти классные выходные. Нет, это все от нас. Это все от нас. Почему? Потому что это все вот, когда человек хороший, у него все хорошо. Вот другой любой человек пойдет по этим же путем, что и мы прошли, но будет все по-другому. Но выбор все-таки за нами, правда? Правильно. Спасибо. Выбор здесь и сейчас. Выбирайте счастье. Выбирайте счастье. Будьте счастливы. И будьте пчелками, которые летят на нектар, на красивые цветы, на аромат. Смотрите и видите в людях все самое светлое и доброе. И тогда у вас в жизни будет класс. Спасибо. Как тебе вообще? Красиво? Погода у нас пасмурная, но дождика нет. И мы едем, друзья, на паром. Вот он, такой Ко Чанг. Показали вам его, нам его Виктория, мы его вам. Все вместе. Надеюсь, вам понравилось. Мы в порту уезжаем. Смотрите, какие большие очереди. В воскресенье очень много людей уезжают на пароме. Большая очередь. Паром каждый час. Не знаю, влезем мы в него или нет. В общем, стоим. И все стоят в три ряда. Раз, два, три, четыре. Четыре ряда. Мороженое тут можно купить. Мороженое это хорошо. Так что, видите, в выходной день не очень. Паром только стартанул, только идет. Это самая вкусная вещь, которая есть. Это блинчики. Блинчики с бананом. Вот он и сделает. Здесь можно, видите, с мутеллой, с бананом, с ананасом. Ну вот с бананом с вот. Раз. И теперь их будет зажаривать. Как ловко все, видите, быстро и ловко. Сразу следующий возьму Андрею и Марии. Пусть попробуют. Вот так он его, ура, сворачивает. Еще чуть-чуть пожарит. И вот они готовы. Теперь он вот так их порежет на ки-кубики. Это, ребята, нереально вкусно. Очень вкусные блинчики. И вот я попросил, чтобы он полил шоколадом. Это будет феерично вкусно. Тут уже очередь собрал. Много народу ждут. Ну что, друзья, мы на пароме. Нас запустили. А смотрите, как мало... Ну, сюда привезли. В воскресенье. Смотрите, как мало машин. Они еще встречали этот паром. Как мало. Несколько машин всего. И вот мы выходим. Уже пошли, представляете? Мы отходим. Отходим уже, прикинь. Паром немножко другой. Вот на таком пароме мы уже ходили. Открытая площадка. Приятно идти. Прощаемся. Говорим ему до свидания. Классный остров. Прекрасные два с половиной дня провели на этом острове. Здорово. Наша машина здесь. Рыбацкие кораблики стоят. В этом пароме можно найти выбирать чай. Туалет есть. И магазинчик можно купить бомжой. Разворачиваемся. И вон нам идти вот туда. Остается позади Красивый, зеленый Шикарный Друзья, мы причаливаем Быстро, буквально 20 минут И мы на большой земле Зелень такая зеленая Так классно смотрится Все, быстренько он развернется К дороге встанет И мы сразу же выедем Поедем в Паттайю Там народ есть, ждут Пошли в машину, засобирались Сюда мы будем выезжать С прибытием вас Здесь стоят все машины И второй паром одновременно с нами Отошли вместе И вот сколько машин влезает На один паром Все, отчаливает Пешки, видишь? Пакеты, Сережа Каучуковые деревья, смотрите, друзья И вот мы остановились Пока рядами высажены каучуковые деревья Вон надрезы Там такие баночки В них скапливается Толзикого людей нет Но он оставлен в бочке Темно, видишь, не видно Темно, но нормально Понятно, что Гирей или как оно называется Круто Сколько едем Вот эти деревья с красными цветами Не видно Но их так много Красиво смотрится Зелень И вот эти оранжевые цветы Так здорово Они прям свисают Да, огненное дерево называется Очень классно И вот сколько едем Кругом оно Вот видите, опять, смотрите Выезжаем Вон сколько Впереди Да, аллея Из этих оранжевых Деревьев Класс Очень смотрится Феерично Вот смотрите Справа Сверху Вот этот Мерседес Верснами стоял Остановился Значит, мне нравится Севенни Что сотрудники Могут беременны Работать Потому что это работа Для них Для души Для удовольствия Для того, чтобы прийти Пообщаться Они же семейные С маленьким ребенком Она работает И она вот Ребенка Входит на работу Очень часто Вы можете встретить Вот такую ситуацию Да, представляете Это очень часто Такое бывает И маленькие детки Прям точно не запрещают Мы это часто видели Да, детки На работе Прямо сидят У нас нельзя Они на самом деле На работу ходят Даже больше Вы знаете Чтобы пообщаться Они вот Азиаты Вот кто из Средней Азии Твои подписчики Они должны понять Знаете Они вот так разговаривают Ой, привет Как дела Как мама Как папа Как там брат Сестра То есть им нужно быть Не потому что Они любопытные А потому что Это Азия Ясно Остановились Друзья на заправке На материк Приехали Погода Здесь солнце Прикиньте Там дождь Может там Распогоживает Хотя тучи вокруг Ходят На заправке Большая заправка И кафе И KFC И 7-11 Что такое нет Ехать нам еще 4 часа Так что мы будем Довольно поздно Дома Заправляем И заправляешь Говоришь Как у бензина И сколько Он ставит табличку У тебя глазами Чтоб ты видел Что тебе заливают Сколько мы залили Это мы залили 26 на 1000 Да, бат Да 26 литров на 1000 Смотрите Как интересно Она оплачивает У них своя система платежная То есть она Раз, скан Берет Так классно Он ей раз Ставит Скан Она его QR-кода Сканирует И все Это вот у них Своя платежная система Очень удобно Кстати Везде они так платят Очень классно получается Ну вот 27 литров Считайте 1000 бат Все, друзья Мы дома Смотрите Виктория Как провожает нас Красиво Песня зашла Явно Все, классно Отдохнули Слушайте Ко Чанг Радует Третий раз мы на нем После восьмилетнего перерыва И продолжает радовать Вам как, ребят? Ой, вообще Впечатление Масса Впечатление Просто Надо все переварить Все переварить Да Все Ну а потом второй раз Когда видео увидите Еще раз переварить Да Все, идем домой Переоденемся И куда-то пройдемся Прогуляемся Наверное Друзья, вот два месяца назад Когда мы с Ирой здесь жили Мы жили в этом отеле Ходили по этой улице Прикольно Вот здесь Упали На этом развале Вот здесь Мы жили И вот нам вперед Туда еще Дорога моргает Классно Разметка Мигающая В сторону Друзья, мы пришли В Конецкой улице На рынок По воскресеньям Здесь большой рынок С концертом Слышите, там музыка играет Погуляем по рынку Может, что-то перекусим Вкусное, интересное Посмотрим И заодно вам покажем Крам И рынок Заход Видите, как красиво Переливается Крам В общем, рынок большой Мы походим Что-нибудь Поищем Посмотрим Понценты Смотрите Смотрите Какие рульки Вот это Да Это Маш 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 Чеш Маш Уш Рынок как наш, но рынок посредственного дня. Чего только нету, слушай, класс какой-то. Друзья, наше будущее. Наракашки, зучки, крабики. Андрей пробует личинку. Это личинка пальмового. Это наше будущее. Не, нет, свинки. Представляешь, какие? Видите, зайки. Урочки какие. Там еще свинки лежат. Ну что, оказывается, можно покормить этих животных. Взяли молочко им. Видите, какое удовольствие нескончаемое покормить свинок. Эти вот два такие активные, эти маленькие совсем. И курица не поняла, в чем дело. Куры спали, да? Что такое? Куры не поняли. Много ли надо, друзья, для настроения? Покормить животных, это так классно. На ночном рынке в Паттайе. Где омлет заказали. Вот кальмар, креветки, мидии. И ростки пророчек. Это я знаю, что она делает. А мне суп сделают. Я суп еще взял. Я мой суп и наш омлет. Дай 7 лет. А теперь веселимся. Субтитры создавал DimaTorzok